Вот уже два дня мы предлагаем все усилия для сохранения единства и солидарности между народами Кыргызстана и Таджикистана, не допуская усугубления конфликта. Определение границы – дело, требующее большой предусмотрительности и усердия, как со стороны народа, так и со стороны руководителей. Об этом свидетельствует история народов мира. Столь серьезные вопросы решаются только путем мирных переговоров. Уверен, что такого же мнения придерживаются и руководители Республики Таджикистана, мудрые представители древнего таджикского народа. Нашим народам свойственны миролюбие и взаимное уважение, доказанное многовековой историей. В 21 веке кыргызские и таджикские народы должны показать пример гармоничного добрососедства. Мы не только соседи, но и несем ответственность за принадлежащий нам природный ресурс. В частности, я говорю о водном вопросе, потому что Кыргызстан и Таджикистан являются ведущими странами по владению ресурсами чистой воды. К сожалению, вооруженное столкновение, которое нарушило мирную жизнь простых людей, привлекло к человеческим жертвам и экономическому ущербу. Обе стороны понесли большие потери. Пользуясь случаем, хочу выразить свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я отдаю дань уважения героизму военнослужащих, отдавших свои жизни, защищая рубежи Родины. Говорят, что войну легко начать, но трудно остановить. Мир и спокойствие превыше всего. Думаю, таджикский народ, переживший гражданскую войну, это прекрасно понимает. Нехорошо и то, что мусульманские народы пошли друг против друга в месяц Рамазан. Поэтому я призываю все стороны к миру. Прошли двусторонние переговоры с президентом Таджикистана Эммамали Рахмоном. Мы договорились решать проблемы по границам и все другие вопросы мирным путем через переговоры. Если я не ошибаюсь, я предупреждал о сегодняшней проблеме 16 лет назад. По воле судьбы сейчас на меня возложена задача по решению этого вопроса. Даст Бог, все решим. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить нашу молодежь и патриотичных граждан, которые, проявив инициативу, намеривались отправиться в Баткен для оказания помощи людям. Вместе с тем я прошу их не поддаваться эмоциям. Мы все решим мирным путем.